Традиционно после сильных дождей саровчане вынуждены придвигаться вплавь по городским улицам. А пользователи социальных сетей выкладывают видео с городских улиц с ироничными подписями об образовании новых озер и рек. Мы решили узнать у саровчан, в чем, по их мнению, причина того, что ежегодно городские улицы превращаются в плохое подобие Венеции. Не предусматривают сточные, как их называют, отверстия в асфальтах, в дорожных каких-то, на мостах, кстати, очень много, как по новому мосту, когда едешь. Машины обливают только так, поэтому приходится обходить через новую аллею, и куда уходит больше времени. Но в основном в этом виноваты коммунальные службы, которые не следят за этим. Все-таки служба города, которая не занимается ливневкой, это, наверное, основной вопрос. Будет чистой ливневки, и воды не будет. Служба, которая занимается этими дорогами, потому что, вот я сама удивляюсь, они вот, например, дождь идет, снег, они кладут асфальт. А потом в результате, естественно, все вот это и полилось. Ну, в принципе, я не знаю, вот. Скорее всего, вот эти службы хозяйственные, ну, в смысле, кто занимается вот этими дорогами, что-то они не продумывают до конца. Причины я не могу вам сказать. Ну, службы есть такие, которые следят за этим, топят. Колодцы, наверное, топят, они не проходят, наверное, их, может, чистить надо, не знаю, чего. Мне кажется, так. Наверное, канализация не справляется. Водостоки, наверное, и так, я думаю. Ливневки надо устраивать, очищать их надо. Их же не чистят практически никогда. А там, где засоры, там нужно капитальный ремонт делать. Как показал опрос, ровчане считают, что не существует единой проблемы, из-за которой улицу в какой-то момент может затопить. Граждане надеются, что коммунальные службы будут поддерживать ливневую канализацию в рабочем состоянии. А в местах наибольших затоплений кардинально изменит систему водостока. Какие действия предпримут власть и покажет время.